С 1 января налогоплательщики вносят обязательные платежи на единый налоговый счет. Удобно ли это? Единый налоговый счет, чем он хорош? Уйдут, так скажем, в прошлое та масса платежных поручений, которые нужно было бы заполнять при уплате налогов. Теперь на единый налоговый счет будет зачисляться, соответственно, единый налоговый платеж. Единый налоговый платеж, который будет зачисляться на единые реквизиты для всей страны, для всей Российской Федерации. И чтобы с этого единого налогового платежа налоги и сборы распределили соответствующие бюджеты, каждому налогоплательщику нужно будет представить соответствующую налоговую декларацию, либо налоговое уведомление определенной формы, в котором, собственно, и будет указано, куда платеж должен быть зачислен. Таким образом, наши законодатели ушли от большого количества заполнения необходимых каких-то бумажных документов, платежных поручений, от большого объема информации, которую должны знать налогоплательщики. И все соединено к тому, что налоги зачисляются единым налоговым платежом и зачисляются на единый налоговый счет. Установлены единые сроки уплаты налога и единые сроки представления налоговой отчетности, представления уведомлений. То есть это 25 число каждого месяца. Налогоплательщики должны представить налоговую декларацию, либо налоговое уведомление о уплате соответствующего налога. И до 28 числа должны заплатить, собственно, начисленную сумму налогов. То есть вот два срока. И вот в эти два срока нужно представить соответствующие документы. Кроме того, к сроку 25 февраля подходят сроки уплаты имущественных налогов, земельного налога, транспортного налога, которые начисляются организациями. И вот чтобы эти налоги попали в соответствующий бюджет, вот в это самое уведомление организации должны будут включить те налоги, которые исчислены за 22-й год по налогу на имущество, по земельному налогу, транспортному налогу. Это вот для примера. Сейчас нужно будет сделать единый платеж, все налоги сложить в одно, и единым платежным поручением перечислить на единый налоговый счет. Уведомление содержит всего 5 реквизитов основных, которые должны указать. Я как бы для сравнения скажу, что, допустим, любое платежное поручение, которое должны были заполнять наши налогоплательщики, оно содержит порядка 15 реквизитов. Вот, и здесь же платежщику нужно будет указать 5 реквизитов. Это понятно, что там будет указано и наименование, это в шапке уведомления организации или предпринимателя. И надо будет указать КПП, код бюджетной классификации, куда нужно будет зачислить соответствующий налог, срок, за который перечисляется период. То есть вот только вот эти реквизиты должны быть указаны в налоговом уведомлении. Кто должен задекларировать доходы до 30 апреля? Если мы сейчас идем речь о декларационной кампании 2022 года, то мы говорим о том, что те налогоплательщики, которые в 2022 году произвели реализацию своего имущества, то есть продали квартиру, машины, дома, гаражи и так далее, то есть если у них возникают обязанности по декларированию доходов, то именно вот эти налогоплательщики сейчас до 2 мая 2023 года и обязаны будут представить налоговые органы. Налоговая декларация о доходах физических лиц или так называемая форма 3НДФЛ. То есть я еще раз оговорюсь, это вот наши индивидуальные предприниматели, которые применяют общепринятую систему налогообложения и уплачивают налог на доходы физических лиц. Это нотариусы, адвокаты и вот физические лица, которые получили доходы в 2022 году, из которых не был удержан налог. Какие льготы по уплате имущественных налогов предусмотрены для организаций? Организации у нас, юридические лица, уплачивают налог на имущество организации, земельный налог и транспортный налог. Я бы хотел обратить внимание на один момент, который нужно учесть нашим налогоплательщикам при представлении налоговой декларации по налогу на имущество за 2022 год. Хочу сказать следующее, что если льгота по налогу на имущество предоставлялась в 2022 году и ранее представлялась на один выбранный объект имущества, и она представляется в размере суммы кадастровой стоимости 150 квадратных метров этого выбранного объекта имущества. И обращаю внимание на то, что начиная с 2023 года именно вот эта льгота, она отменяется. Учитывая, что декларация по налогу на имущество, она представляется раз в год, но плательщиками уплачиваются авансовые платежи ежеквартально, то уже при учете авансовых платежей за первый квартал 2023 года по налогу на имущество эту льготу, от которой я говорил, 150 квадратов, ее применять не стоит. То есть она уже отменена. Но помимо этого наши законодатели, отменив эту льготу, внесли некоторые поправки в наш закон за Байкальского края о налоге на имущество организации и добавили ряд льгот и снизили ряд налоговых ставок по различным видам имущества. И поэтому мы обращаем внимание на то, что если вы сейчас будете, организации наши будут отчитываться по... За 2022 год они все сделают, в принципе, по-старому, а в 2023 году уже нужно будет расчеты делать с учетом новых положений, которые отражены в законодательстве по налоге на имущество организации. Начиная с января 2022 года, все наши налогоплательщики могут получить квалифицированную электронную подпись только в удостоверяющем центре налоговой службы. Электронную квалифицированную подпись можно получить в операционном зале на Анохино-63. Также можно получить такую подпись в Агинском, в Шилке и в Краснокаменске. Раньше такую подпись выдавали коммерческие удостоверяющие центры. И обращаю внимание, у нас на сегодняшний день порядка 2,5 тысяч платильщиков, которые получили в коммерческих удостоверяющих центрах электронную цифровую подпись, они ее получили в декабре 2021 года. И к марту 2023 года действие этой подписи аннулируется. То есть она заканчивает свое действие. Поэтому хотели обратить внимание наших налогоплательщиков, которые пользуются, так скажем, старым форматом электронной подписи, что вот именно до марта месяца желательно электронную цифровую подпись поменять. Ее нужно поменять для того, чтобы представить ту же самую налоговую отчетность. И кроме того, квалифицированная электронная цифровая подпись, она используется, в принципе, для получения каких-то документов, для представления заявлений, запросов и так далее в любые государственные органы. То есть эту подпись просто необходимо получить, потому что с учетом того, что в принципе все государственные органы так или иначе сейчас переходят именно на дистанционное обслуживание и клиентов, физических лиц, и любых организаций. Ну и если говорить о налоговой службе, то мы переходим на дистанционное обслуживание наших налогоплательщиков. Что делать и куда обращаться, если вам не выдали кассовый чек? Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю обращает внимание на то, что контрольный кассовый чек – это документ, который подтверждает, ну так скажем, нашу сделку с продавцом. То есть без него мы, если вдруг возникнут какие-то конфликтные ситуации, нам не понравится товар. Придем домой, увидим, что что-то не так, не соответствует ни по весу, ни по тому, что мы хотели. И вот без контрольного кассового чека, без чека, в котором должно быть отражено, безусловно, и наименование товара, количество товара, сумма товара, дата продажи этого товара. То есть без этого чека мы, в принципе, как бы предъявить какие-то претензии продавцу не сможем. В случае невыдачи кассового чека обратиться можно в Федеральную налоговую службу. Даже на нашем сайте Федеральной налоговой службы, которую мы всем рекламируем, это сайт www.налог.gov.ру. Там есть такой сервис, как обратиться в Федеральную налоговую службу. И через посредством этого сервиса можно написать соответствующее, то есть в электронном виде подать заявление о том, что такой-то продавец мне не выдал чек вот в таком-то магазине такого-то числа. Субтитры создавал DimaTorzok